Голос из прошлого. Пенсионерка из Челябинска хранит пластинки с посланием своего отца-фронтовика. Перед уходом на войну он записал на путствие для семьи. Аудио до сих пор в хорошем состоянии. Пластинки послушала мой коллега Владислав Чухров. Взял меня на руки и пошел к воротам. Целует меня все. А брат в это время плакал. Так Челябинка Маргарита Титова провожала своего отца Виктора Трусова на фронт. Ее мама Тамара на вокзал не успела и лишь дома нашла записку от супруга. Тамара, пожалуйста, поступай куда-нибудь учиться. Надо работать, надо поднимать детишек. Но кроме записки Виктор Трусов оставил и свой голос. Он записал послание на пластинку. Потомки сохранили ее. И даже сегодня боец как живой, говорит с семьей. Побед без жертв не бывает. На тебя, как на мать, возлагается новое время. Быть главой семьи. Воспитывать наших славных ребятишек. На фронте Виктор Трусов был палит руком, рассказывает его дочь Маргарита. И не раз вместе со своим взводом попадал в перестрелки. Он надеялся, что война закончится в мае 42-го. И мечтал скорее увидеть своих детей. Похоже на то, что снаряды меня и пули, и гранаты пока не берут. Ну и хорошо. Больше шансов на быстрейшее окончание боев с фашистами и скорейшее возвращение домой к семье. Ну и теперь интересно, как чувствуют себя мои ребятишки Юрка и Риточка. Это письмо пришло в октябре 41-го, а через полгода домой пришла похоронка. Тогда семья жила в Екатеринбурге. Маленькая Рита гордилась своим отцом и о его подвигах. Рассказывала самому маршалу Жукову. После войны он тоже жил в столице Урала. Мы с ним постоим, поговорим. Он расспрашивал нас о родителях. Я ему рассказывала о папе. Он нас угостит конфетками, такими простенькими. Потом семья переехала в Челябинск и с собой привезла всю память об отце. Пластинку, письма с фронта и фотографию, которая была с ним в момент гибели. Владислав Чухров, ОТВ